Возможно еще, я вот так смотрю, знаете, вот, рассказывают одно там, ну, гоним паразитов. Они уже давно-давно изложены, и вот просто эта тема, как бы сказать, ясна большинству населения, и считается популярной, и больше ничего не надо, ее там эксплуатируют. Миллионные просмотры с этой гонки паразитов, и, как бы сказать, все довольны, всем понятно. Потом, допустим, про спину, вот 7 минут в день, и у вас не будет грыжи позвоночника, или наоборот, как его вылечить, грызу позвоночника. Идут советы, рекомендации. Я вам показывал свой позвоночник, сделанный МРТ, какая у меня спина. Было очень противное состояние, очень-очень грозящая инвалидность. Вот, и я, когда был спортсменом в свое время, были, естественно, травмы, тяжелая атлетика, как она без травм, она быть не может такого. Вот, когда были травмы, я использовал одни средства, они помогали. А когда вот возраст стал пожилой, и вот эти вот проблемы возникли со спиной грыжи, шмоли и прочие там протрузии, вот эти почему-то средства не заработали. Как-то вызвало недоумение, с чем это связано. И связано это, вот сейчас я понимаю, применяю и хожу, и сижу, и прочее, прочее. Это с тем, что наши эмоции оседают по позвоночному столбу, делая его таким, будем говорить, дубовым, где-то вызывая спазмы. И за счет этого, если с одной стороны спазм, она только выдавила в другую сторону все эти там беспозвоночные диски, и пошла вот эта грыжа, лыжа и так далее. Доброе здоровье. Вот, метода оказалась на редкость простая, невероятно эффективная, но в исполнении весьма непростая. Прежде всего, осознать, от чего это происходит. И второе, вот эти все, будем говорить, негативные эмоциональные состояния не допускать в свой организм, в свое сознание. И как только вот это вот я сделал прогрессивно, без всяких там мазей, растерок, массажей, вытяжений, упражнений, ЛФК и прочего-прочего, там спина стала восстанавливаться, восстанавливаться, и я как-то стал ее подзабывать, что она тут у меня. То есть вот метод лечения, который вообще не требует никаких упражнений. И даже тот человек, который до этого дошел, сказал я своим, он сам врач американский, своим, значит, пациентам советую ничем не заниматься, чтобы вы не подумали, что это вот от того-то, от того-то, от того-то. Вот, как говорится, и все, что касается спины. Вот такие вот интересные вещи. Да, потом все сбрасывает вес. И все это называют на букву Х. При этом притягивая, не понимая, что это все тянет на человека. Произнесение этого слова притягивает все негативное, что имеется вообще. Все, что имеется. И это касается не только именно сброса веса, а всего по жизни. Вот. А это мало кто рассказывает вообще. При взаимодействии с пространством очень важно с помощью слов добиваться четкого и понятного ну, я бы не сказал, что приказа, а просьбы, чтобы она толковалась только однозначно. А не как бы, вот слово есть. Есть вроде бы это у меня в кармане, есть пол-литра, где-то там есть на базе что-то там, черная икра, есть у другого человека там, заначка и в то же время есть в этом смысле употреблять еду. То есть я хочу есть, значит, я буду потреблять какие-то там продукты для того, чтобы насытиться и жить дальше. вот так опять-таки есть слово очень хорошее в этом отношении. Видите, сколько этих понятий, которые рассеивают и, грубо говоря, наше пространство не понимает, что, что мы хотим. простое слово кушать. Все сразу вот это вот неоднозначности отпадают. Только одно человек хочет кушать, хочет употреблять продукты для того, чтобы голод утолить и жить дальше. Видите, кушать. Так вот в этом слове, вернее, в процессе сбрасывания веса, нормализации массы тела, вот это правильное слово, нормализация массы тела, есть понятие стройнить, стройность. И вот когда вы говорите, вот у меня сразу же совсем по-другому отзывается о клетке в организме. Весь организм сразу же настраивается на такую стройную, красивую, подтянутую, выпрямленную с хорошей осанкой фигуру. Невольно, вы сделаете эксперимент, я вам все говорю, говорю, а вы как-то как-то кто-то делает, а кто-то мимо ушей думает, вот какая-то там диета, там еще что-то, еще что-то, то есть вы нету четкого указания, приказания к своему организму, как ему себя вести, содержать. И поэтому он, то есть очень интересно вообще наблюдать, как мировоззрение человека влияет на его внешность. очень большой процент этого самого совпадения, то есть я где-то считаю процентов наверное 90. Вот какое мировоззрение у человека, такова его внешность. мировоззрение особенно он такой большой, то есть содержит излишнюю массу, вот это говорит о том, что у него совсем иное мировоззрение. И кстати, в целебной кулинарии есть видео женщины, которые постарше меня, которые наглядно показывают, как ее мировоззрение изменилось. Вот сначала она там думала, что жизнь это такая штука, особенно когда есть средства для удовлетворения своих как бы сказать привычек, ну вот побуждений, значит их надо удовлетворять. Вот как раз вот эта фотография, когда она там снята с рюмочкой, с бокальчиком там какого-то такого венца, напитка, говорит о том, что вот раньше считалось в мировоззрение говорит, жить надо в кайф. Вот собачки побежали. Ну что ты? Это песик молодый, иди, 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 иди. Я же тебя люблю, я же их люблю. Тут порвете мне куртку, куртку порвете. Все, хватит, хватит. Слишком не допускать, рвут куртку и все такое так вот фотография отражает внутренний мир человека свинцом хороший столик вкусненький все там допустим вот я знаю как грубо говоря как заработать денежки как прекрасно отдохнуть вот 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 и в результате всех этих так сказать потакания своим вот этим вот интересам что возникло возникли 40 килограмм лишнего веса и плюс сахарный диабет второго типа сахарный диабет второго типа возник вот мы тут дружим да боязно было к диким собакам подходить рукой вдруг он укусит укусит он видите все любит чтобы его почухали ну давай то есть вот эту бознь преодолеть в общении с животными если ты конечно подходишь с намерением сделать ему больно то и он насторожен но если ты вот с лаской добротой ему приятное делаешь то его особо особо нет так вот вес привел к тому что человек эстетически стал сам себе не нравится и вдобавок возникли боли сахарный диабет то есть то что раньше приносило как бы тебе удовольствие наслаждение обернулось своей противоположной стороной и угрозой для жизни вы понимаете разницу кстати такие беседы там есть в интернете или нету или гоним паразитов делаем упражнение против грыжи и покупаем какую-нибудь диету после этой диеты надо надо нормализовать себя потому что смотря какого у вас достаток что и не хватит а это все надо поддерживать постоянно диета то есть образ жизни регулирует ваше телосложение вес и состояние да? вот произошло переосмысление из-за угрозы ее жизни надо что-то было делать надо что-то было менять что-то как-то и вот человек если он хомо сапиенс человек разумный он тогда начинает соображать что и как и вот тут пожалуйста ищет ага ну допустим пошел по официальному методу вот сахарный диабет но там я не знаю как вам что-то там говорят не говорят чтоб придерживались какого-то питания или ну его нафиг вот вам таблетки или там уколы снижающие сахар или там все там такое да и живите как живите дальше вот кого-то этот путь вполне удовлетворяет и он дальше как жил так и живет дальше проблема не исчезает сахарного диабета она значит как бы сказать решается или заглушается вот приемом этих сахароснижающих препаратов но и от этих препаратов то организму не сладко их то надо выводить они то не естественны для организма в том количестве в котором их принимают вообще не естественно для организма и получается что то та проблема которая вызывала сахарный диабет она его продолжает вызывать плюс как некоторые сказали теперь пожизненно принимать таблеточки от снижения давления артериального и естественно для снижения сахара пожизненно и все это потихонечку так сказать усугубляется незаметно для человека превращая его в развалину вот но есть люди которым этот путь или вернее они его опробовали он им не понравился это не то они начинают искать нечто другое и вот тут допустим знание поведению здорового образа жизни о мной написаны вообще учебники основы здоровья одна толстая книга основы здоровья так сначала была расширена серия где-то книг 9-10 вот начинают это где-то искать читать и если человек грамотный а вот в 90-х годах вот как раз люди грамотные ну можно сказать самостоятельно они искали информацию идут на тебе она и книги сыграли свою положительную роль они и продолжают играть свою роль но жизнь меняется я думаю сейчас сейчас обогатиться с помощью спортлоты и так далее там лотереи еще там интернета будем играть на бирже и т.д. и т.п. только только не работать над собой не работать над своим благосостоянием вот как-то так а вдруг она выпарет вот вспоминается мне такой наглядный пример с этим с композитором с композитором корнелюком помните он был такой с избыточной массой тела оказывается страдал сахарным диабетом и и уже где-то в 12-13-м году пришел к нам на передачу передача уже была как-то не столько здоровья сколько ну там о творчестве и он в конце бросил вот такую вот фразу хорошо что Еннадий Петрович так ясно растолковал что происходит при сахарном диабете второго типа и я это дело применил то есть он в два раза стал меньше исчез этот сахарный диабет а до этого и он рекомендовали естественно обращался к врачам естественно они его пользовали и что ж такой результат не было никакого ноль как был сахарный диабет так и остался плюс вот этот избыточный вес плюс развал организмов во всем параметрам а когда начал думать и использовать эти знания которые лежат на сайте Малахалпро в библиотечке ждут вас стал совсем другим человеком то есть изменение мировоззрения привело к тому что изменилась и внешность человека вот интересный феномен о чем я вам толкую вот хороший этот денечек морозец такой плохо что естественно ничего не было почищено ну и здесь ладно а в городе то же самое в городе такая картина наледи и все это ведет к таким вот дорогам кстати январь январь видите какое небо с просенью особенно вон там так и раньше январь называли просенец одно из названий января просенец народные народная мудрость подмечала вот эти особенности происходящие в природе и как они влияют естественно на человека что происходит как это лучше использовать для своего а тогда вопрос шел не столько о жизни как о выживании сейчас естественно все вроде тут поменялось но тем не менее это все работает и действует вот такие вот интересные вещи идешь и беседуешь вот я беседую с вами то есть вас то нету я вроде как с камерой беседую но это уже такая особенность которую мне показали на телевидении там я так обращался сначала на первых передачах к людям где-то их стеснялся зрителей мне сказали так это просто как говорится какие-то тут атрибуты передачи на них можно вообще не обращать внимания вот она камера и работая только с ней работая в камеру и вот это я начал работать в камеры и даже больше понял важно даже не столько что-то там умное сказать как это сыграть но так есть такое понятие совесть то ты там говоришь то что знаешь то что можешь через что прошел вот хотят видите подошли чтоб я их погладил кудлатиков таких да вот они играются ну 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 грызануть тебя между делом не сильно так сказать любя я хочу купить Продолжение следует...